Добро пожаловать на канал About Animals. Заранее поставьте лайк, будет интересно. Эрих Йири Прика является военнослужащим эстонских сил обороны и недавно дислоцировался с подразделением у берегов озера Верциар. Именно там, на прошлой неделе, Прика решил отправиться в лес в поисках, как он выразился, альтернативной ванной. Я услышал смешные голоса, которые напоминали мне кошку или маленького ребенка, сказал Прика. Я заметил какое-то милое животное, идущее ко мне. Сначала он напомнил мне собаку, но довольно быстро я понял, что это был маленький лось, который пытался мне что-то сказать. Лосенок был там совсем один. Не желая усугублять страдания животного, Прика решил сесть в надежде, что лосенок вернется к своей матери, где бы она ни была. Он медленно подошел ко мне, сказал Прика. Сначала он был довольно застенчив, но в конце концов решил, что я заслуживаю доверия, и подошел ко мне очень близко. Прика опешил, но потом лосенок пошел, еще на шаг ближе. Он даже пытался найти что-то под моей подмышкой, сказал Прика. Он мог подумать, что у меня молочные железы. Лосенок, казалось, быстро посчитал солдата своей матерью. Я позвонил в наш ветеринарный кабинет и сообщил, что произошло, сказал Прика. Я хотел сделать больше для лосенка и спросил, что мне делать. Прика велели вернуть лосенка туда, где его нашли, и следить за ситуацией. Из отчета Прика на место происшествия был отправлен ветеринар с бутылкой молока, чтобы накормить лоси на случай, если его мать не вернется. Прика и его подразделение сделали все возможное, чтобы не беспокоить область, в случае, если мать будет напугана. И конечно же, услышав зов лося ночью, Прика проснулся, чтобы найти лосенка. Мы заметили очень свежие следы большого лося, которые показали, что маленький лосенок был спасен матерью, сказал Прика. Как солдат, Прика считает своим долгом также защищать животных, и в этом случае он отлично справился с этой задачей. Спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось видео, пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.